У меня уже давно зрела идея провести такой прямой эфир с ответами на ваши вопросы по тому состоянию, которое может быть нестабильное, с дисбалансом возникло у многих из вас вследствие разных последних событий. Но я хочу сразу сказать, что моя задача сегодня выступать именно в роли психолога. Мне хочется помочь вашему состоянию, где бы вы ни были, в какой бы стране вы ни были, в каком городе, в каких бы обстоятельствах вы ни были, если какие-то новости или то, что происходит непосредственно с вами в вашем городе, на вас негативно влияет психологически, моя задача вам просто в этом помочь. Неважно, даже если вы не говорите по-русски, но понимаете меня по-русски, мне абсолютно неважно, из какой вы страны, из какого вы города, мне важно, чтобы у вас было хорошее, комфортное психологическое состояние. Ну, если хотите, в этом моя миссия. Я приготовил небольшую, как бы сказать, программу на сегодняшний вечер. Мне бы хотелось закрыть определенные вопросы по состояниям, которые у многих есть сейчас, с которыми ко мне обращаются мои клиенты, с которыми пишут мне в директ. Но, безусловно, если у вас будут вопросы, касаемые темой сегодня, противотревожного такого, скажем так, состояния, пишите. Сразу хочу сказать, что давайте мы сегодня будем вне политики, потому что на это будет уходить время. Это будет вызывать не совсем те эмоции, которые нам нужны. Нам, наоборот, важно сейчас освободиться от состояния включенности по всем фронтам в процесс. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня говорили именно о психологии, о состоянии. Хорошо? Если так получится, что кто-то меня не услышит и будет писать какой-то негатив, ну, деструктив, да, или там оскорблять друг друга, ну, я буду вынужден удалить этого человека сегодня с нашего мероприятия. Ну, значит, просто это не то место, где вы бы хотели провести сегодняшний вечер. Итак, смотрите, что я хочу сказать. Я хочу сказать о том, что часто я об этом говорю, то, что та реальность, которая есть, она у всех все равно разная. И на сколько времени эфир? Эфир на час примерно, ну, плюс-минус. Плюс вряд ли, потому что больше часа, насколько я знаю, эфиры здесь нельзя проводить. Но, может быть, чуть короче посмотрим по загруженности. Итак, я бы хотел начать с того, что очень часто то, как мы видим эту реальность, она у всех разная. Даже находясь в одном месте, даже находясь в одних обстоятельствах, даже сейчас каждый из вас видит меня в разном свете. Это нормально. И я бы хотел сказать сразу о том, что какие бы события у вас сейчас ни происходили, негатив во многом в голове, в том, как мы интерпретируем эту ситуацию для себя. Вы знаете, вот месяц назад я был у одного известного когнитивно-поединческого терапевта на обучении Сергея Падве, член Ассоциации когнитивно-поединческой терапии в России. И он сказал такую фразу, когда мы говорили про катастрофизацию, про то, что если клиент видит свое будущее в негативном свете, да, как это прорабатывать, ну, там различные есть техники. Но он сказал, что стабилизирующая, но достаточно циничная фраза, но которая помогает из раза в раз, это фраза о том, что могло бы быть хуже. И она, конечно, ну, для кого-то как мертвому припарка, но если задуматься в нее глубже, да, то можно найти в ней ресурс. И моя задача помочь вам найти ресурс. И, ну, там был представлен, скажем так, случай моим коллегой, и, ну, она спрашивала, ну, а как бы куда хуже? Да, и на что Сергей сказал такую фразу. Ну, вот, что бы вы мне ни сказали, я могу придумать хуже. Ну, допустим, все то же самое, что вы сказали, но, не знаю, в округе всем детям ноги оторвало. Или все то же самое, но при этом там ядерный взрыв. То есть хуже может быть всегда. И это не с позиции, что, ну, типа, радуйтесь тому, что есть. Нет, здесь не с этой позиции. Здесь с позиции того, что мы очень часто внутри, очень легко мозг скатывается наш в негатив, потому что это его задача – выживать. И мозг, как только видит какой-то негатив, даже маленький или большой, он скатывается очень легко в негатив, а вот в позитив, чтобы его перетащить – это реальная работа. Но как мне задавали некоторые вопросы, возможно, вы видели мои ответы, что, ну, как заставить себя радоваться, когда, допустим, там, в моем городе война? И на что я ответил, что, а может быть, не надо радоваться. Ну, то есть, может быть, в моменте дать себе возможность испытать негативные эмоции, прям соприкоснуться с ними, прорыдаться, прожить их, прокричаться, прожить в стопроцентном таком включенности в этот момент, не отрицать, не надевать на себя маску позитива. Вот это то, что точно не поможет в глубинном таком состоянии, когда делать вид, что все хорошо, я просто надеваю маску позитива, и вот такой кукольный какой-то человек хожу. Нет, это не про это речь. Речь здесь про то, что я даю себе возможность выстрадать что-то, да, отгоревать что-то, и затем, интегрировав это событие в свою жизнь, я выбираю тот путь, как я дальше начинаю двигаться по жизни. Это непростая задача. Лучше, конечно, если у вас возможность поработать с кризисным психологом, если у вас очень тяжелая непростая ситуация, потому что это реально практика, и это реально опыт людей, которые сталкиваются с этим часто. То есть кризисные психологи, они максимально заточены по своей специализации помогать людям в сложных чрезвычайных ситуациях. Я не кризисный психолог, но я могу определенные вещи проговорить, которые я знаю из кризисной психологии в том числе. Это первый момент. То есть помните о том, что всегда в одной и той же реальности у каждого будет субъективное восприятие, а значит у вас есть зона приложения своего внимания к чему-то в этой ситуации, то, на чем вы фокусируетесь. Второй момент, который я хочу сказать. Если так получилось, не дай бог, возможно, что вы пережили какое-то тяжелое травматичное событие сейчас или не так давно, очень хорошо помогает, и вот наши МЧСники, насколько я знаю, активно используют психологи, я имею в виду актуальность, активно используют в МЧС эту технику, это ДПДГ. Вы можете погуглить сами, посмотреть в Ютубе техника ДПДГ. Техника десенсибилизации, переработка при помощи движения глаз. Когда какое-то событие травматичное, которое психика не смогла переварить, не смогла переварить, проглотить, и оно, знаете, как застрявшая кость, сидит где-то внутри, и в кошмарных снах является, или не дает возможность испытать какую-то полноту чувств, просто дышать даже в течение дня. Техника ДПДГ, она, скажем так, подсказана самой природой, она основана на билатеральной стимуляции мозга, когда задействованы оба полушария попеременно, и происходит, ну, как бы, переработка, переваривание того события шокирующего, которое, возможно, вы пережили. Будь то это насилие, будь то это горе, потери или что-то шоковое. Посмотрите в YouTube ДПДГ, но если говорить вкратце, то наверняка вы видели, когда кто-то спит, и у него в определенных фазах, ну, и у нас тоже, да, в определенных фазах сна глаза очень быстро двигаются. Это примерно 10 минут длится эта фаза быстрого сна. В этот момент происходит переработка и такая, скажем так, трансформация того опыта, который был получен за день, и он укладывается по полочкам. Но не всегда в течение ночи это получается сделать особенно сильным травматичным событием. И можно помочь себе, ну, знаете, есть такое выражение, как теперь это развидеть? Вот примерно развидеть то, что по случайной, какое-то стечение обстоятельств вы увидели. Иногда даже это может быть не что-то увиденное вами, это может быть перерассказанное вам, да, а вы такой впечатлительный человек, что у вас это перед глазами как будто бы стоит, даже вы лично, допустим, этого не видели. Или какие-то слова. Иногда бывает так, что слова какие-то врезаются в ухо. Или это телесное, если это было насилие, что-то в теле, то, что соприкасается, и как будто даже каждое прикосновение, другое, подобное, оно вызывает вот такой вот негатив. В чем суть техники? Если говорить очень просто, хотя я рекомендую все-таки либо обратиться к специалисту, к психологу, психотерапевту, либо посмотреть в Ютьюбе, я рекомендую Сергея Викторовича Ковалева. Интересно. Никогда не сверлили, особенно в это время, и вот начали. Так вот, посмотреть ДПДГ, например, Сергей Ковалев, да, где он наглядно показывает. Суть заключается в том, что вы держите перед глазами травматичную вот эту картинку, которая была у вас, и делаете определенные движения глазами, например, влево-вправо, достаточно быстро, интенсивно, но здесь ряд, есть ряд предосторожностей, которые следует учесть, да. Не должно быть у вас частичной, там, или риска отслоения сетчатки, не должно быть склонности к эпилепсии, да. Ну, то есть, все-таки лучше перестраховаться, и лучше делать это с специалистом. Но мне больше нравится вариант даже не с глазами, а вариант с постукиваниями. То, когда вот вы берете себя вот так, думаете о каком-то негативном, травматичном опыте, и вот примерно так попеременно себя простукиваете, прям держите картинку перед глазами, и минут, ой, минут, секунд 30 вы где-то делаете такие движения. Потом делаете глубокий вдох, и выдох, закрываете глаза, открываете, и делаете паузу. Оценивайте по 10-бальной шкале, насколько изменилось у вас состояние негативное. Иногда бывает так, что оно даже возрастет. Именно поэтому его лучше делать со специалистом, потому что бывает так, что человек сильно погружается в травму, его нужно, ну, как бы, контейнировать, да, оберегать в этот момент. Но если у вас нет возможности поработать со специалистом, вы можете это сделать сами, но будьте аккуратны. И потом сделайте второй раунд, то же самое, можно закрыть глаза, представить вот ту ситуацию травматичную, которая была, и попростукивать. Даже с детками так работают, например, если ребенок увидел что-то, ну, не дай бог там, как его любимая собака попала под машину, или что-то подобное, и это стоит в глазах, то терапевт, психиат, психотерапевт может просто подсесть рядышком на коленке, чтобы быть на одном уровне, и плавно, потихоньку, не сразу, не вот с порога, это, конечно, после беседы определенной, и плавно после контакта он может просить ребенка рассказать о том, что произошло, и в этот момент тихонечко постукивать его по коленкам, для того, чтобы у ребенка тоже происходила такая билатеральная стимуляция. И если у вас был, например, травма, травмирующее событие, связанное со звуком, вот вы словно слышите что-то, например, там, взрывы, гул снарядов, или какие-то слова у вас засели, то очень хорошо помогает техника прощелкивания рядом с ушами. Также в одной слева и вправо прям можете держать этот звук неприятный для вас и спокойно простукивать, вот так прощелкивать этот негатив. В конце вдох и выдох. Отдохнули немножко, минутку и посмотрели, насколько по 10-бальной шкале изменилось ваше состояние. Обычно 3-5 таких раундов простукивания очень хорошо изменяют состояние, они словно помогают мозгу, ну, насколько я помню, нам на обучении даже проговаривали, что словно происходит перестраивание нейронных связей, то есть то событие, которое зафиксировало, зафиксировано там в гиппокампе, да, в частности, и вот та часть, которая отвечает за долговременную память, оно там зафиксировано и нейронные связи сложены уже определенным образом. Билатеральная стимуляция при помощи ДПДГ помогает их ну, перетрансформировать, так скажем, перераспределить, сделать, ну, там, разорвать какие-то цепи, которые связаны были с этим событием. Можете это попробовать. Так, друзья, я только сейчас гляжу на ваш чат, чтобы не отвлекаться, я стараюсь, потому что мне постоянно пишут, кто к нам присоединился, я рад, что нас достаточно много. Так, хорошо, хорошо, давайте будем двигаться дальше. Да, если кто-то пробовал на себе то, что я буду говорить и кому-то дал результат или есть вопросы по технике, не стесняйтесь, спрашивайте, я по возможности буду заглядывать в чат для того, чтобы вам давать ответ. На сколько эфир? Примерно на час, до 9 вечера, но будет запись, так что, если что, вы сможете посмотреть записи. Что касается еще техник, ну, я думаю, многие из вас видели мой рилс, да, по поводу техники ключ, Хаса Алиева, она тоже очень мощная, она использовалась им при работе с матерями, которые потеряли детей в Беслане, да, и это было жутко травмирующее событие, но вот эта простая техника, телесно-ориентированная техника через объятия и покачивание телом при акценте в своем сознании на травме, на ситуации потери, горе, она помогает это тоже перепрожить. Поэтому посмотрите рилс, там, где я рассказываю про вот эту вот технику через объятия. Она, кстати, тоже, в частности, немножко набила тройной такой стимуляции, если делать ее стоя, то это с одной ноги на другую ногу перераспределение. Вообще, я очень большой любитель телесно-ориентированной психотерапии, я сам работаю только онлайн уже с 2009 года, но сам к своему терапевту я долгое время ходил именно к телесно-ориентированному психотерапевту, и когда я увидел, как это мощно работает, когда то событие, когда ты через голову пытаешься вытащить, оно гораздо проще в каких-то ситуациях выходит через тело, через твое проявление, через там, осанку даже, через определенное нажатие на тело. Поэтому психика и тело очень-очень связаны, не игнорируйте это. Так, хорошо. Про дыхание хотел сказать. Очень хорошо помогает, ну вот если мы говорим про эмоционально-образную терапию, техника заземления, вы можете представить себя в образе дерева, представить, что вы какое-то дерево, закрыть глаза, встать, опереться на поверхность, на пол, и представить, что вы дерево, дерево это очень витальный образ, очень ресурсный образ, в эмоционально-образной психотерапии в частности, и представить, что из ваших ног корни уходят глубоко в землю, и прям задайте себе вопрос, точнее вопрос не в голову, почувствуйте, что тогда, если вы укореняетесь, и вы как будто бы вот это дерево, вы укореняетесь в землю, что тогда земля дарит вам, чем она вас напитывает, чем она вас ресурсирует, и у каждого из вас будет свой ответ, именно поэтому я не хотел бы говорить, что представьте, как там какую-то воду вы черпаете, если еще что-то, у каждого будет тот ресурс, который вам необходим в данный момент, то есть прям почувствуйте, как через корни, через вот эту опору, если хотите с вашим родом, если хотите там с матерью землей, если хотите с чем-то более стабильным, чем мы сами люди, вы получаете какой-то ресурс для себя, и для каждого это будет свое, но помимо этого, как и любое дерево, вы можете получать еще вот этот ресурс извне, например, представить, что вы получаете некую энергию от солнца, от солнца, от неба, от пространства, солнце вообще это большой и частый символ родительской любви, в частности, больше отцовской любви, и если вы знаете, что, например, в вашей жизни не было достаточно отцовской любви, его присутствия в вашей жизни, то, возможно, образ солнца, такого, знаете, любящего, греющего, окутывающего своим теплом, это будет тот умиротворяющий, благородный образ для вас, посмотрите, как откликается, не идите, вот Никулин сказал, надо идти именно в солнце, нет, почувствуйте, вы самый главный психотерапевт для себя, и вот эта простая медитация, 10 минут в день до укоренения и получения вот из земли чего-то ресурсного для себя и из пространства, она может центрировать нас и укоренять, давать очень хороший ресурс. Я бы хотел сказать о том, что вот особенно, наверное, в этот период, в этот непростой период, мы так остро чувствуем, что мы вообще, наша жизнь какая-то, она такая на волоске, но наша, я даже не в большей степени свою имею в виду, а тот, кто оказался в самом эпицентре событий, что она очень хрупкая, очень ненадежная, и вот в этот момент особенно очень важно соединиться с чем-то большим, с чем-то более значимым, чем вы сами. Для кого-то это будет религия, для кого-то это будет бог, для кого-то это будет род и сила рода, но не оставайтесь, для кого-то это будет община, сообщество какое-то, но, пожалуйста, не оставляйте себя, свою душу в одиночестве, для кого-то это будет вот этот прямой эфир, и я буду рад, хотя бы, если кому-то одному даже из вас будет полезно то, что мы сегодня проговорим, или у вас будет возможность просто побыть, ну вот, не в теме там, новостей или чего-то ужасного, страшного, а в теме ресурса. Я вот искренне сегодня настроился на этот прямой эфир, просто подарить частичку своей любви, которая есть у меня в данный момент, чтобы кому-то из вас стало проще, легче и комфортнее дальше жить, насколько это возможно. Но вы знаете, я вчера в ТикТоке наткнулся на одну как это сейчас правильно говорит, психологиню, женщину-психолога, и она очень резко говорила достаточно про то, что а может быть вот то, что сейчас у нас там или вас там всех так сильно накрыло, это повод задуматься о том, что пора действительно вложиться и проинвестировать в свое психологическое здоровье, а не затыкать дыру чем-то там шмотками или там, не знаю, какими-то непонятными общениями или еще чем-то, а понять, что очень многие травмы актуализируются. Вы знаете, я с ней согласен по сути, но не совсем там согласен по форме того, как она это говорила, но по сути я согласен. Вы знаете, мне сегодня в директ написала одна девушка о том, что, ну вот вы писали про то, что сейчас говорили о том, что сейчас не стоит смотреть очень много новостей, а я уже 20 лет так живу, потому что каждая маломальски негативная новость меня выбивает из колеи, я не могу смотреть новости. и для меня это немножко про, ну, про какую-то излишнюю сенситивность, излишнюю чувствительность, может быть, даже какую-то глубинную травму, которая не позволяет ей выдерживать негативные события. И для нее, ну, там, то, что происходит, наверное, сейчас, вообще там какой-то трэш, и она близко даже, наверное, не может это слышать, переносить или еще что-то. Но у каждого из нас своя степень травмированности, у каждого из нас своя степень толерантности к происходящему. Но я бы хотел сказать, если вы чувствуете, что вас сейчас начало просто накрывать с головой, и вы понимаете, что я не в ресурсе, я не могу делать что-то, я просто погряз в этом, то, возможно, это тот триггер, тот, знаете, та последняя капля или последняя бочка, которая навалилась на вас, и это вот уже как та гиря лишняя, которую вот уже позвоночник не в силах держать, да, там, блин, на штанге, который я уже не могу выдерживать, и я ломаюсь. И, возможно, вот именно в этой секунде вам нужна опора. И здесь не важно кто, но важно, чтобы это был качественный специалист, найдите своего, если вы понимаете, что сами не справляетесь, потому что, ты знаете, дальше может идти там поясни исходящей спирали. Я не справился, значит, я лузер, перспектива ужасная, она оправдывается, и иду еще ниже, еще ниже, еще ниже, и в депрессию, из которой даже уже физиологически бывает сложно выходить. Вот, поэтому посмотрите, то, что сейчас происходит, если это вас безумно сильно триггерит, то, возможно, это про какую-то детскую травму. И вчера я тоже был на поддерживающей группе психологов, у одного из своих преподавателей, и она рассказывала о том, что очень часто, если вас сильно триггерит какая-то персона, будь то враг это для вас, ну, человек вот становится просто врагом, да просто сосед, который сверлит, вот сейчас, да, например, и, например, я сказал, ну, вот сверлит, а у самого там, наверное, все мысли об этом, да, и очень сильно, ну, как-то триггерит, то есть вероятность, что этот сосед и этот человек напоминает мне бессознательно кого-то очень негативного во мне внутри. Я не какой-то там замир во всем мире, ну, в смысле, я замирю во всем мире, но я не говорю о том, что теперь там подставь правую щелку или левую щелку, я не про это. Я про другое, про то, насколько ваша психика помогает вам адаптироваться к тому, что происходит, потому что психика — это орган, ну, если так хотите, виртуальный орган для адаптации. Нельзя сказать, что вот это там психически здоров, а это психически ненормальный. Завтра помести этого в те условия, в которые будут ужасны для него, и он может слететь с катушек. Это значит, что он не смог адаптироваться к тем событиям, которые происходят. И сейчас на многих людей степень стресса просто колоссально вывалилась. И вот психику нужно ресурсировать, как сказать, подращивать, что ли. Конечно, в идеале это должны были сделать родители, да, и одна из самых главных задач родителей, которые воспитывают детей, это ресурсировать детей, чтобы когда они отделятся, дети, ну, выросшие уже дети, могли самостоятельно справляться со стрессом, с нагрузкой, с ошибками, с критикой и со всем вот таким делами. И вот это ресурсирование, оно происходит в детстве. Но, к сожалению, многие вырастают не то, что не ресурсированными, а застрявшими в определенном травматичном событии. Просто когда какое-то травматичное событие происходит, наша психика как бы разделяется на травмированную часть, там, выживающую часть, да, и здоровую часть. И вот психолог, когда работает, он больше работает именно со здоровой частью, которая помогает травмированной части исцелиться. Но вот у каждого из нас есть какая-то своя эта травмированная часть. Ну, у кого-то нет, ну, там, процента два в мире, по моему опыту. Хотя у меня выборка не объективная, да, я в основном работаю с травмами и с жесткими ситуациями. Но примерно. И вот ваша задача нужно понять, насколько это событие бьет по моей какой-то травме, да, по травме насилия, может быть, которая была там в пять лет в детском садике, не знаю, воспитательница и так далее и тому подобное. Так. Так, согласен, это про новые синусы, вы правы. Благодарю. Так, давайте я с конца буду. Как понять, о чем вот этот сосед говорил, как понять, о чем этот сосед говорит обо мне, на что он показывает. Инга, очень хороший вопрос. Вы знаете, я задаю клиентам на консультации всегда вопрос, вот если вот в этом событие, где проявился сосед, что самое было негативное, вот прям почувствуйте, вот ядро этого негатива, это там его тон или его физиономия, или то, что он при всех это говорил, или то, что он вам это говорил, или еще что-то, и вот кто-то говорит, нет, вот мне то, что он при всех меня унизил, все будут думать про меня плохо, ага, это значит тема стыда непроработанная, да, либо это то, что он мне говорил, я ему сделал добро, а он мне это сказал, значит, вот чувство несправедливости, значит, была какая-то ситуация несправедливости ранее, ну и так далее, можно определить вот этот, этот корень, если хотите, да, эту сердцевину, травму предыдущей. Инга, вы мне из моей души говорите, Инга, благодарю, если откликаются какие-то мои слова, так, хорошо, больше вроде бы пока не вижу вопросов, так, хорошо, так, в конце давайте, что делать с чувством несправедливости, свет, СМ, что делать с чувством несправедливости, здесь, конечно, вот одним советом сложно помочь, потому что это работа, но если говорить коротко, к чему нужно прийти, к тому, что справедливости в жизни нет, и как бы не прискорбно это звучало, но на любой ваш аргумент того, что жизнь справедлива, мир справедлив, я приведу вам сотни примеров того, что мир несправедлив, и когда мы говорим о том, что мир должен быть справедлив, то мы попадаем в ловушку долженствования, но кто уже бывал на моих эфирах или там вебинарах знает о том, что долженствование это королева когнитивных искажений, то есть это то, как мы себе придумываем мир, что кто-то должен или я должен и когда мы так считаем, то рано или поздно мы попадем в ловушку, когда это долженствование не сработало, и мы будем испытывать либо гнев, либо обиду, поэтому я рекомендую убрать понимание о том, что мир должен быть справедливым, вот мир он такой, какой есть, а я делаю то, что я могу там, где я есть, теми ресурсами, которые у меня имеются, вот и все, то есть наше, знаете, я, ну как бы человек православный, я просто об этом особо не афиширую, но когда сильно накрывает или когда в моей душе очень там дикий какой-то дискомфорт или происходит что-то очень неприятное в моей жизни, то я понимаю, что жизнь, нам никто здесь не гарантирует счастья вообще, то есть мы пришли сюда не за счастьем, ну вот это моя такая, скажешь, ну так себе психолог, да, но вот ждать, что жизнь даст нам счастье, это попадать в ловушку долженствования, но у нас есть возможность проживать эту жизнь субъективно, с ощущением там радости, благополучия, иногда горести, да, вот сейчас про горе тоже немножко хотел сказать, иногда горе, иногда потеря, это нормально, это такая жизнь, но когда мы находимся немножко в инфантильном, такой детской позиции, что мир должен, ну знаете, когда мама там или папа очень любят ребенка, они все дают ему, и ребенок вот застревает в этом возрасте, и он дальше вырастает, уже там 20-летний детина с ощущением, что мир ему должен, должен любить, должен быть справедливым, должен радовать его разными плюшками какими-то, а мир ничего нам не должен, и вот это понимание, что мир несправедлив, он ничего нам не должен, оно с одной стороны вроде как негативное, но с другой стороны оно дает тебе штурвал управления своей жизнью в твои руки, потому что иначе это будет такое иллюзорное путешествие по тому, знаете, по какой-то фантазийной стране, где розовые единороги и так далее, нет, мир это очень непростое место, но наша психика имеет все ресурсы для того, чтобы быть устойчивой даже в такой, в таком непростом мире, хотел сказать немножко про горе, я очень люблю работать с темой горе, утраты, потери, но не острого горя, который вот в моменте случилось, а больше уже, когда человек там год прошел, человек не может отпустить, иногда ко мне обращаются люди, которые 20 лет назад потеряли кого-то и не могут отпустить, не могут дать возможность себе испытывать радость даже в жизни, потому что, ну иначе я как будто бы предаю того человека, которого я потерял. Я сам терял, да, вот отца и это было очень для меня неожиданно, шокирующе, это было, ну, чтобы вы понимали, у меня отец умер случайно в 55 лет от инфаркта на беговой дорожке, на стадионе в смысле, ну, прямо на стадионе, упал и все, и это было очень неожиданно, и это было очень шокирующе. И вот на эту всю работу горя, а, наверное, кто знает давно, я как-то мало пишу про папу в инстаграм, в stories, про маму много, я говорил, что она вложила в меня много, но про папу мало, но папу я безумно любил. Вот если вы можете представить безумную любовь, то вот умножьте ее на 100, и это моя любовь к отцу была, при том, что он был очень жесткий по отношению ко мне, и вот эта вот сложность эмоций, и любовь, и ненависть, которую я к нему испытывал, это то, с чем я много разбирался в психотерапии. Так вот, про поводу горя. Я вижу, что как работа, я помню по себе, как работа, как происходит работа горя. Горе, это, знаете, если говорить научным таким языком, это психологическая, специальная такая программа по извлечению нашего либидо из другого человека. Наша либидо, это наша энергия любви. Мы при помощи энергии любви как бы вкладываем, привязываемся к другому человеку. А горе, оно работает над тем, чтобы вот эту энергию нам вернуть. Но многие, но часто не соглашаются с тем, чтобы вернуть себе свою, свою любовь распрощаться и сказать, что да, я согласен, и я понимаю, что ты умер. Ну, вот прям проговорить это. И вот есть очень хорошая техника. Если, не дай бог, вы с этим столкнулись или вам там предстоит с этим столкнуться или столкнулись давно, но не можете отпустить, есть очень хорошая техника возврата вложений, возврата своих частей личности, своих эмоций, которые вы ранее вкладывали в другого человека. Просто представьте образ того человека, которого вы потеряли. Это может быть, причем просто человек, который ушел к другой женщине или который просто куда-то потерялся, да, из вида. Ну, то есть, не обязательно смерть, но смерть тоже. И в виде образов почувствуйте, что вы в свое время вложили в него или в нее своего. Может быть, свою любовь, свое время, свою какую-то вот легкость, игривость, свою частичку личности. И нужно это вернуть себе прямо в свое тело, в свое сознание. Ну, я говорю очень как бы поверхностно, потому что это нужно делать прямо техникой. Может быть, у кого-то из вас получится. Дай Бог, чтобы это дало свой результат. И когда вот это возврат себе своего и отдание того, что является, знаете, вот тоже, она так сильно меня любила, я не могу сейчас от этого избавиться, ну, как бы я не могу отпустить ее, говорит человек. Нужно вернуть ту любовь, которую вас вкладывали, ей обратно и сказать, или ему обратно и сказать, что да, действительно, я признаю, что ты умер или умерла, я отпускаю тебя с Богом и там желаю мира и покоя в ином мире. Но если вы не сможете эту фразу сказать, значит, еще что-то не отдали ему или ей его, а себе не вернули свое. Это феноменальная техника, вот десятки раз я ее применял, десятки раз она работает великолепнейшим образом. Просто да, кому-то легче видеть образы, кому-то сложнее, но как вариант, я хочу, чтобы у вас было это в загашнике, скажем так. Да, человек 90% не может себя простить. Так, двигаемся дальше. Инга, если триггер молчания соседа, это про отсутствие внимания в детстве и отвержения. Инга, здесь вот вам нужно само разобраться, про что его молчание для вас. Молчание – это игнор, или молчание – это страх, что он что-то задумал, или молчание – это что он какой-то ненормальный, и опять же, я не знаю, чего от него ожидать, ну то есть, подумайте. Тема беседы про тревогу, про тревогу и про стабильность в той ситуации, в которой многие сейчас оказались. Так, давайте посмотрю немножко ваши, возможно, вопросы. Приветик. Так, можно поподробнее про эту технику? Ну вот, насколько подробно мог, сказал, потому что мне хочется еще другие темы осветить. сейчас про мысли. А если я осознала силу своей любви только после смерти папы, и теперь чувство вины и боль меня просто изматы. Вот очень хороший вопрос. Красота со смыслом. Вот это чувство вины, так называемое, ну, виртуальное чувство любви. То есть она, ну, как правильно сказать, у меня уже под вечер слова забываются. Это чувство вины, которое, ну, такое надуманное, что ли. То есть вы не сделали специально что-то плохое, не нанесли вред. И здесь по-разному можно работать. Но, опять же, я же часто работаю через образы, и вот здесь нужно копать чувство вины, что я не додал любовь папе, да, вы не додали. Или что я не принимал любовь отца. Вот здесь вы можете прям представить образ папы, попросить искренне прощения за то, что произошло, за то, что вы не смогли, допустим, что-то принять. Вот искренне, даже, знаете, я бы рекомендовал прям со таким поклоном сделать. Если кто-то из вас увлекался расстановками, ну, я не особо увлекался, но я знаю, что там есть такая тема с поклоном, с благодарностью, с вставанием на место того члена семьи, который, который есть и должен занимать какую-то иерархию. Вот, просто через, через образы. Но мне сложно так говорить, потому что мне нужно много дополнительной информации. Понимаете, каждая консультация, она как такая импровизация, с одной стороны, но с другой стороны ты четкую логику преследуешь в каждом пункте. А вообще, не знаю, может быть, если кому-то откликнется, есть очень простая практика, когда на протяжении там 108 дней вы делаете прям поклоны на коленях по 10 поклонов в день своим родителям. Ну, не вот прям лицом к лицу, а представляя образ мамы или представляя образ папы. неважно, есть они сейчас или нет. И это образ не самому человеку, а его роли в вашей жизни. Таким образом, вы помещаете как бы по иерархии так, как должно быть. И вот эту энергию, которая есть, энергия рода, вы позволяете ей течь в вас. А не говорите, что они такие ужасные были, эти родители плохие, и я самый умный, я вот сейчас в психологии начитался, наслушался, и вот они почему так плохо со мной себя вели. Да, вы может быть умнее вам много крат в каких-то вопросах особенно, но вы лишаете себя таким образом ресурса. Вы попробуйте через проскаяние, тем более сегодня день такой, прощенное воскресенье и начало великого поста у православных, попробуйте вот через вот этот подход проработать вот с этим чувством вины. Можете образно представить вот это чувство вины, как бы может быть тот вред, который вы своим поведением, нанесли человеку вернуть себе через раскаяние образ этой вины он превратится во что-то светлое для вас и вы вернете себе ресурс, который сейчас тратите, энергию, который сейчас тратите на это чувство вины. Но это если так вот по верхам. Так, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Мне нравится, что у нас живая беседа. Свет, если автоматом впадаю в чувство ущербности, если есть зависимость от человека на работе, я просто сразу переключаюсь, как бы мне говорить обычным человечьим языком, а не психологическим. Но, наверное, отвечая на этот вопрос, мне не получится по-человечески сказать, буду говорить психологически. У нас у каждого есть разные субличности. вы знаете, вот мы иногда бываем в одной роли, там, какой-то внутренний ребенок просыпается, иногда внутренний родитель, иногда бывает там, внутренний взрослый, какой-то там, вот в рабочей. Короче, у нас много субличностей, разных частей нашей личности. И вот, скорее всего, у вас есть какая-то часть личности, которая проецирует на этого человека родителя. то есть зависимость, кто у нас зависимый в нашей жизни? Ребенок, от кого? От родителя, правильно. И вот, скорее всего, происходит проекция на этого человека по какому-то признаку. И если вы посмотрите, то вы сможете определить, по какому признаку вы проецируете на таких людей значимость. Я уверен, что это не один ведь такой человек. И это мог быть признак там, статуса, богатства, возраста, занимаемого положения, там, города, до чего угодно, внешних даже каких-то факторов. И вот очень важно понять. То есть, и получается такой процесс. Ребенок как бы накладывает вот на этого человека роль родителя и пытается перепрожить ту травму, ту ситуацию или те несколько ситуаций, которые были там и тогда с родителем не прожиты. Но это не получится. И даже если это получится, то нужно будет искать новый объект, на кого я наложу теперь эту родительскую роль и буду перепроживать вот эту зависимость. Вся задача заключается в работе со своим внутренним ребенком. Вы можете написать мне в директ, я вам скину медитацию по работе с внутренним ребенком, она такая лайтовая, но она в смысле большая, 30-минутная, но это как бы начало по работе со своим внутренним ребенком. И вот когда ты подращиваешь свою внутреннюю часть, ну, лучше всего это делать на консультациях, когда ты вытаскиваешь себя из той ситуации, в которой ты застрял, где тогда была зависимость от родителя, и после этого ты на всех теперь проецируешь в эту роль, то тогда ты можешь видеть в руководителе просто руководителя, там в мужчине просто мужчину, в девушке просто девушку, а не судью или какого-то очень значимого для тебя человека. так. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, эфир сохраните? Да, я сделаю все возможное, чтобы эфир сохранился, но не исключаю какие-то сложности, тем более Инстаграм как-то нестабильный последнего времени работает. Так, по поводу тревоги, что я еще хотел сказать? Есть очень простая хорошая такая техника декатастрофизации. Вот если вы чувствуете и у вас в голове постоянно крутится какой-то негативный сценарий событий, и вы переживаете за то, что это может произойти, и это создаст какую-то неприятную ситуацию. Возможно, кто следит за мной давно, знает, что мы очень часто ошибаемся в вероятности. То есть вся наша жизнь это вероятности. Но мы нередко придаем излишнюю вероятность событию. Если вы посмотрите, например, есть такая техника начать вести журнал всех мыслей о будущем, подумали, что не дай бог вот это, записали. Подумали, а что будет, если вот это, записали. И потом через некоторое время посмотреть, а сколько, какой процент из всех записанных мыслей сбудется, и вы увидите, что процент сбывшихся мыслей будет не больше 20-10%. вот, но я как-то давал эту технику, и одна девушка парировала, и она сказала, да, Константин, это в принципе небольшой процент, но если это событие произойдет, это все равно, что ты берешь русскую рулетку, один патрон заряжен, но из 10 не заряженных. И да, 10% это мало, но если выстрелит, то тебе дискомфортно. Вы будете испытывать стресс, когда вот так крутите барабан. Я говорю, ну да, потому что это смертельно опасно. И вот здесь, если событие, которое вас пугает очень сильно, то тут нужно работать уже не с вероятностью, а с тем, как и что можно сделать, если это не дай бог случится. Здесь уже отдельная техника. Но нередко мы завышаем даже вероятность события. И вот техника заключается в чем? Первое, возьмите и прям нарисуйте в своей картинку самого негативного сценария того, что может произойти в вашей ситуации. Самый ужасный, негативный, но реальный такой. Ну то есть это не вот что инопланетяне прилетели и что-то там произошло. Нет, реальный какой-то сценарий. Хотя наверное сейчас и инопланетяне могут прилететь. Вот. И поставьте вероятность. Какая на ваш взгляд вероятность именно такого в деталях сценария? Вот именно что так это и будет. Напишите процент прям. Цифра да, шаг номер два. Самый позитивный сценарий, тоже ну как бы более-менее реалистичный, без инопланетян, но самый-самый идеальный позитивный сценарий. Вероятность не пишите. Просто в деталях самый позитивный сценарий. А третьим шагом напишите реалистичный, максимально реалистичный сценарий того, как скорее всего это будет происходить. И рядом напишите вероятность. Вот просто проделав третьих шага, вы увидите, что скорее всего то, о чем вы переживаете, имеет низкую вероятность, а следовательно, что именно вот так в самом негативном свете это произойдет, а следовательно, нет смысла об этом так сильно переживать. Но еще раз повторяю, если вероятность небольшая, но событие страшное и ужасное, то здесь нужно работать, если опять же говорить научным языком, с низкой переносимостью, недостаточной переносимостью к фрустрации, к тому переживанию, которое будет связано с, если это событие произойдет, то есть с тем, как я буду справляться с этим, чем я буду ресурсировать себя и наполнять, если вдруг это произойдет. И по поводу наполнения, ресурсирования мне сейчас пришло в голову о том, что я бы очень рекомендовал тем, кто еще не читал книгу Виктора Франкла «Скажи жизни да» или психолога в концлагере прочитать ее. Это непростая книга, написанная в концлагере, в стенах концлагеря Аушвиц, психологом, психотерапевтом, когда он уже был психотерапевтом. И там очень много ценных идей по поводу того, что может наполнять, ресурсировать и удерживать, привязывать канатом к жизни. И Виктор Франкл один из основателей логотерапии, экзистенциальной экзистенциальной терапии, терапии смысла того, когда человек оказывается в кризисе смысла жизни в частности, и то, когда экзистенциальные терапевты помогают находить этот смысл. Но эта книга, мне кажется, в какой-то степени такая Библия смысла жизни. И я бы рекомендовал всем прочитать. Так, давайте посмотрю то, что вы писали выше. Если чей-то вопрос пропустил, прошу прощения заранее, но тут очень много сообщений о том, что кто-то присоединился. Здравствуйте, узнать, что невроз ушел. Так, а в чем вопрос, Дина? Как понять, что невроз ушел? Ну, посмотреть, какие были симптомы до и что стало после. Вашего невроза наверняка были какие-то симптомы, как он проявлялся. Посмотрите по симптоматике, по внешним признакам. Так, как избавиться от чувства тревоги, когда чувствуешь, что задыхаешься? Есть техника. Да, чувство, что задыхаешься по-разному может происходить. Это может быть из-за того, что наоборот была в начале гипервентиляция легких. Вот замечаете, может быть, видели, некоторые люди, они прям говорят на вдохе постоянно, и от этого они гипервентилируют свои легкие, повышается кислород в крови, и организм сам с этим борется. Как он борется, он начинает сдавливать легкие. И вот это чувство, что сдавливает, что мне не хватает воздуха, человек начинает еще сильнее вдыхать, организм начинает еще мощнее сдавливать для того, чтобы не было вот этой гипервентиляции, чтобы баланс углекислый, газ, кислород был в норме. И поэтому вся техника здесь в этом плане заключается в... Вы можете начать дышать в ладошку, прямо вот так, то есть это прям в любом месте. Просто берете, складываете так, чтобы желательно не попадал кислород, но в воздух, да, и просто дышите вот так вот своим углекислым газом, буквально полминутки, минутку-две, для того, чтобы сбалансировать баланс кислорода и углекислого газа. Вторая техника, мне очень нравится, это то, когда мы делаем вдох длиннее в два раза, чем выдох. Например, вы делаете вдох три секунды, а выдох шесть. Не так интенсивно, как я сейчас показал, чтобы просто, ну, вы видели отчетливее. Мягче, спокойней, например, четыре секунды вдох, восемь секунд выдох, и когда вы тянете выдох, особенно с маленькой или немаленькой задержкой в конце после выдоха, вы таким образом тоже балансируете свое состояние. А вообще рекомендую дыхательную технику Вима Хоффа, Вим-М-М-Хофф, посмотрите в Ютьюбе, кто еще не начал делать, я его очень рекомендую. Там на задержке дыхания, я вот уже дошел до двух с половиной минут задержки дыхания, я был в шоке, когда я понял, когда у меня это получилось, потому что я один раз тонул в шестом, после шестого класса летом, и я жутко боялся задерживать дыхание под водой особенно, и всегда считал, что как-то это внутри у меня еще отложилось, поэтому всякая задержка для меня тоже пугающе была, но вот через проработку, через вот эту задержку на выдохе, именно не на вдохе, а после выдоха, такое просветление, очищение мозга происходит. Да, кстати, я ее рекомендую, как и противотревожную. Вим, мэм, В, И, Мэ, Мэ, Вим, Мэ, Хо, Ф, Ф, или одна Ф, ну, короче, Хофф, Вим, Хофф, посмотрите в Ютубе. Так. Есть ли еще у вас вопросы? Здравствуйте, как успокоить себя, когда на дворе война и болит сердце за Украину? Так, Shine Like. Shine Like. Мы, наверное, в начале больше про это говорили, но здесь очень важно посмотреть. Я ни в коем случае не призываю к бесчувственности. Это нормально сопереживать. Это нормально сочувствовать. Но вы знаете, наверное, мне сложно ответить про сопереживание, потому что я профдеформированный человек. Когда каждый день по 4-5 людей на дню делится с тобой страшными подробностями своей жизни, ужасными подробностями своей жизни, ты становишься черствее. Но это рабочий инструмент. Я очень легко могу заплакать сейчас. Как и всегда. Но на работе, во время консультации, это как хирург, наверное. Я понимаю, что если я сейчас расплачусь, то клиент вообще уйдет в какое-то состояние состояние нестабильности. То есть, ого, какой ужас, даже психолог тут заплакал или расстроился. Поэтому здесь такой, знаете, здоровый цинизм. Здесь понимание, что я слышал и похуже истории. На любую историю я могу это сказать. То, что, наверное, сложно меня чем-то уже удивить. К сожалению, я бы хотел продолжать удивляться. Вот. Но я бы спросил себя, чем вам помогает вот эта боль в сердце? Ну, такой не очень приятный вопрос из когнитивно-поведенческой терапии. Что вам это дает? В чем ваша выгода болеть сердцем? А если бы я работал в эмоциональный образный терапии, я бы спросил, давайте прям представим образ сердца и спросим, зачем оно болит? И там, скорее всего, выйдет какая-то ваша история, сугубо личная, почему сердце должно болеть. Ну, я в переносном смысле говорю, а может быть и в прямом, если это телесный симптом. Почему ему важно болеть в этой ситуации? Возможно, кто-то скажет, Константин, вы бесчувственны, как не может... Сердце не может не болеть в такой ситуации. Ну, наверное, да, у меня такая хирургическая профдеформация, но я понимаю, что этим я не помогу людям. Я помогу своей стабильной позицией. И, наверное, вот здесь какой-то сухой рассудок и понимание, что кому от этого лучше, от моей боли сейчас в моменте, оно стабилизирует и вас, и тех, с кем вы общаетесь. Мое сугубо личное мнение. Спасибо большое за добрые слова. Дышать в обычный пакет еще можно. Мама дышала при панических атаках. Да, верно. Кстати, в самолетах, вы знаете, вот раздают, ну, извините, вот эти блевотные пакетики. На самом деле, это не для того, чтобы... Не только для того, чтобы если вас будет тошнить, но и в том числе в них можно дышать, если у кого-то будет случаться паническая атака. И вот такое дыхание, это идеальный способ избавиться от панической атаки в моменте. Так. Как побороть страхи? Ну, давайте мы потихоньку будем завершать. Я просто хочу закончить заранее. Ага, Шанлайк, за мой народ. Да, я теперь понял. Это сугубо ваша личная боль получается. И здесь, здесь, наверное, ну, то есть, здесь прям работа с психотерапевтом. Я не помогу вам советом. Я бы прям высаживал эту боль и с ней разговаривал, что именно она вам дает. И, ну, ведь можно просто уйти в боль за народ и разрушиться. И ничем не помочь ни себе, ни народу. А можно переживать, сопереживать, сочувствовать, но оставаться в ресурсе. И вот здесь про ресурс. Наверное, все эти техники, которые я сегодня говорил, вам в помощь. Но все-таки, если это очень сильная, такая немножко уже захлестывающая вас боль, то здесь я бы рекомендовал обратиться к специалисту уже. Так, Ирина, как правильно ругаться, мама и дочь? Ирина, давайте, с вашего позволения, мы этот вопрос оставим все-таки на эфир, где я поговорю про детско-родительские отношения. Я планирую как-то провести, если надо, можете поставить плюсики по отношению между мамой и дочкой, папой и дочкой, отчимом, ребенком и так далее. Подсознательно вторичная выгода всегда есть. И я по себе знаю, что как только находишь эту вторичную выгоду и прорабатываешь ее, тогда становится легче. Да, только, знаете, не все люди готовы даже к такой формулировке вторичной выгоды. Это что, ну, подумай, а почему тебе может быть выгодно болеть, или подумай, почему тебе может быть выгодно страдать. Кого-то это может прям очень-очень задеть. Конечно, тут очень нужно подбирать слова, но вообще вы правы, да, у нас во многом есть, у каждого состояние, оно может быть безумно неприятным, но при этом выгодным для нашей психики, для чего-то. Ага, вижу ваши плюсики. Спасибо, понял, как-нибудь, я думаю, созрею на эфир про детско-родительские отношения. Ну что, друзья, я вас благодарю за то, что вы были сейчас в онлайне со мной. И я очень надеюсь на то, что просто даже, может быть, мой взгляд на какие-то вещи, те техники, которыми я поделился, та информация поможет вам обрести чуть больше стабильности в этом мире. Потому что стабильности, в какой бы ситуации мы были, не находились, ее нет. Определенности в этом мире нет. Это иллюзия, это детское желание, чтобы быть, вот как, знаете, у мамы на ручках в мире и получать питание, тепло и заботу. Нам всем нужно повзрослеть, нам всем нужно стать чуточку зрелее, зрелее, да, как правильно сказать, но просто кто-то оказался в очень шокирующих и деструктивных обстоятельствах. И здесь это большое испытание для психики. Я первое, в первую очередь, посылаю лучших и добра и вот свою помощь и поддержку тем, на чью психику свалился зашкаливающий стресс. Ну и тем, кто, скажем так, не на передовой, он тоже может испытывать очень дискомфортные эмоции. И я бы не хотел обесценивать сейчас ни чьи эмоции, ни чьи чувства. Вы люди и вот это людское, человеческое, я ценю больше всего в каждом клиенте, в каждом человеке, какой бы национальности, расы, вероисповедания он не был. Для меня это стало девизом, что у боли нет ни языка, нет ни цвета кожи, ни вероисповедания. И знаете, я вспоминаю, мы как-то с мамой были в Египте, давно еще, вдвоем, и она рассказала такой случай, что она говорит, представляешь, я сейчас, ну вечер, она пришла в номер, я что-то там лежал, слушал, смотрел телевизор, говорит, представляешь, я сейчас сидела просто, наблюдала в темноте и ко мне подошла, ну я не знаю, кто именно, ну на английской речь, ну наверное, англичанка может быть, так скажем. И она подошла и просто начала рыдать, взяла, ну немножко выпивши, начала рыдать и по-английски говорить, как ей тяжело и плохо. У нее мама была тяжело больна, ну мама моя из речи, это поняла. И когда она пришла, я говорю, да, боль человеческая не имеет ни нации, ни вероисповедания, ни языка. Даже она видела, что я русская, знала, что я не говорю особо по-английски, но ей так было тяжело в моменте, что она просто первому попавшему человеку подошла, выплакалась и пошла дальше. Поэтому такие события, конечно, заставляют об этом задуматься. Ну что, друзья, я надеюсь, что этот эфир у меня сейчас успешно сохранится. Я хочу, чтобы у вас был он в доступе в любой момент. Если кому-то понадобится переслушать, вы можете это сделать тогда, когда вам это захочется. Мира вам, благополучия и душевного равновесия на всю жизнь.